Доброго ранку, шановные кохатели Дефрагу! Сегодня мы с вами поделимся на второй раунд чемпионату Оваркап на карте легендарного канадского маппера Куни. И сегодня у меня в гостях легендарнейший Дефрагер, переможец останнего чемпионата Твиттер по Дефрагу, Егор Андреевич Водянский. Здравствуйте, Егор! Здравствуйте вам! Ну что, собственно, у нас в МО все сказал, в общем-то 300-2 варкап юбилейный, карта Пуни в фрагментарии и первый раунд делает в МО. Поехали! 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 Ну у нас так ничего такого нет. Чисто-перидурный ран. Ну да. И роутов интересных, собственно, мы увидим, наверное, только у каких-то топовых товарищей, скажем. Поехали! Поехали! Ну это как всегда стрейк, я не знаю, тут очень сложно в последнее время комментировать стрейк, потому что одно и то же у всех почти. Ну тут вариативность такая в каких-то мелочах, где делать дабл жамп, как залетать туда, как залетать туда, и ну, собственно, больше ничего. Ну да. Собственно, вся разница, видим, будет в исполнении. Вот я, в принципе, исполнил на сколько топ-17, топ-16? Да, топ-18. Прошу изнести протокол. Ну, я не знаю даже. Тут, в общем, я не знаю, тут нет смысла делать два рана, типа быстрый и медленный, потому что они в любом случае будут оба медленные, потому что роутового какого-то там со срезкой нету, ничего нету. Ну, как ВМО правильно отметил, есть только какая-то вариативность в мелочах, где там делать дабл джамп, где туда вскакать и так далее. Поэтому... Ну и еще проблема, что быстро сделать я не могу. Ну да, и я тоже. Поэтому, собственно, я предлагаю... Не затягивать, да? Да, не затягивать, переходить к тенкам, потому что демо так много. По 17 в каждой физике. В ИКУ-3 каждая демка по минуте, словно говоря. В ЦПМ они тоже не особо короче, поэтому нас ждет примерно 40 минут демок. 50. там все очень интересно. Ну, какие-то, в общем-то, как всегда, будем мелочи и ошибки отмечать, а так... А, не знаю. Не знаю. Давай, пойдем смотреть демки. Ну, пойдем посмотрим демки. И сразу скажу, что я спросил у Анха демку на данный момент, если он не скинет в течение того, пока мы смотрим все демки, я обязательно ее покажу, если он мне ее не скинет, то я ее не покажу. Все логичный пост. Так, ну что, в ИКУ-3 начинаем, минута 22, а мы с тобой не синхронизировались по демкам. Типа, это у тебя SSD стыд? А, да. И дефракт на SSD? Нет. Хорошо, тогда... Ну, попробуем синхронизироваться. Короче, Азен из Польши, минута 22. Полы. Блин, надо было мне поздно. Так, он у меня побежал. Ну, да. А, ну она в ИКУ-3 немного другая, это я совсем забыл. Ну, кстати, я посмотрел сегодня, она довольно-таки сильно отличается от самых мелочах в физиках. И ВКУ-3 нам даже больше понравилось. Ну, выглядит ВКУ-3 как будто по этой. Карта, не знаю. Поэстетичнее, что ли? Поинтереснее. Ну, вот, собственно, Азен и делает первый, так сказать, обзор карты ВКУ-3. Ну, я не знаю, ВКУ-3 опыта у него, наверное, не особо есть, потому что он вроде бы делал на прошлом варкапе АЦПМ хорошую демку стрейк, а здесь он как-то совсем не очень хорошо прыгает. 16 минут, сервер тайм. Ну, просто как бы понял, когда финиш дойти, запись права отправил. Ну, да. Так, он у меня закончил. Да, вот он, последний прыжок. Так, ты скажи, когда он тебя припрыгнет. Нет, он уже у меня все закончил. Ну, собственно, по поводу демки не знаю, что сказать. Странно, потому что отправил он только ВКУ-3. А, да? Да. То есть, был бы смысл отправить две демки, чтобы получить плюсик к рейтингу. Но отправил он только ВКУ-3. Собственно, отправил и отправил. Соглашаемся. Так, давай попробуем синхронизироваться еще раз. Кузлех. Минута восемнадцать. У меня побежал. И у меня побежал. Ну, примерно. Все ясно, так сказать. тоже. Но кузлех, слушай, растет, растет. Единственное, что прыжки все равно все долго жмут. Мне это мне очень нравится. На гранд-фрейме потерял скорости. Ну, вот. Я замечаю, что он не ведет в зону мышку порой. То есть, у меня сейчас было два прыжка, но он не набирал скорости вообще. Ну, вот, падай, падай, надо поиграть для того, чтобы попадать, чтобы знать, где худ будет, на какой скорости. Я, кстати говоря, могу порекомендовать одного учителя подыхалу. Да, мне как порекомендовать надо. Так сказать, вчера смотрел его видео с уроком, и там были пады. Единственное, что он играет только в ЦПМ. И играет в ЦПМ где-то раз в два года. Ну, ты ФВЦ. Места хорошие занимают? Да, знаете, топ-30, как бы. Это вам не хватит. Да, согласен, согласен. Так, Skyx. Ну, Кузлях, все хорошо, как всегда. Я не знаю. Да, ну, долго пожмете прыжок, ВМО отметил, что ты попадаешь, иногда, точнее, не попадаешь в худ, и у тебя просто холостые прыжки, из-за чего, собственно, это все медленно. Ну, вот этот, 3-хаус-бета, там есть куча падиков, и их можно поиграть, и, собственно, там станет понятнее с набором скорости с этой зоной, полосочкой. Ну, вот, Кузлях напиши, если заинтересован, я тебе скину. Напиши в комментариях, либо в Дискорде мне, я тебе скину хаус-бета карту, ссылку на ее. Попробуешь, потренишься, поприбаешь, побегаешь, видишь, станешь чуть-чуть получше, и уже будет самому приятнее. Скайкс, минута 14, плейт. Церкл слабенький, конечно. Ну, вроде бы, чё, тенька прыгает, прыжок не очень долго жмет. Ой, врезался. Ну, кто не врезался, ну вот он прям видно уже, он ведет мышкой, набирает скорость. Оп, первый, кто прыгнул по этой платформе. Угу. Угу. Угром фреймы качественные. Мне надо чуть попозже спускать. 360 на финише, Скайкс. Лучше бы ты просто вышел из минуты. Ну, на самом деле странно, как бы я, ну не хочу ничего плохого ни о ком сказать, но просто можно же сделать демку без вот этого, когда ты врезаешься, останавливаешься. Или это сложно? Я просто в выкутрение играю и не знаю. То есть, если бы он не врезался, ну вот эти вот два раза, где он остановился, то сколько он там потерял? Ну, в секунду точно. В секунде точно. То есть, уже поднялся бы, да, на 12 место. Ну, 360 как бы, это 360. Ну да. Видимо, 360 получалось реже, чем чисто пройти карту, поэтому решил отправить эту с 360. В общем, ладно. Риммич, поменяй. С каким-то не своим немножко ником. Да, поменяй демонейм. Хватит. Посмотри обзор, поменяй демонейм риммич. А то забаним тебя за то, что ты используешь чужой, так сказать, демонейм. Вообще не забаним, а нос в тебя забанит. Ты видел, что нос вообще забанил, там, unnamed player? Ты понимаешь, насколько он суровый? Он, в общем, точно забанит. Минута 13,8. Лэй. Так, я еще позже запустил. Скажи, как прибить начнет. Начал. Гля, долго. Надо еще позже. Ну вот и халбит уже риммич демонстрирует. Лишние прыжки здесь также присутствуют. Можно без лишнего прыжка. Вот в кузке в этом плане хорошо, очень хорошо. 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 Хорошие гранд фреймы у риммича. По платформе не связал, это, конечно, минус. Надо получается, сколько три прыжка лишних. Ой-ёй. Ну ты это видел? Да? Надо как-то наказывать уже за это. Это вообще не дело. Нет, ну вот, собственно, результат. SkyX врезался два раза, минуты 14. Риммич врезался один раз, минуты 13. Ну, комполубус, наверное, ни разу не врезался. На курсы математики с ВМО? Да. Дорого, уроки у вас стоят. Ммм? Так, следующий чокач. Да. А, ну, хорошо. А что? Или ты со мной говоришь? Ну, вообще-то, ладно, короче, crazy, минуты 13 и 3 по лейте. Так, когда прыгать будет, надо это. Брыгает, прыгает. Хорошо. Так, crazy тоже, кстати, не пойми, откуда, не пойми, кто появился. Почему это не пойми? А кто ты знаешь его? Нет, ну, я вообще-то не то чтобы там много кого знаю, но кажется, он довольно-таки частый участник. Ну, участник частый, и последнее время просто откуда? И где его нет в дискордах? Ну, нет в России. Ну, вот он присылает демочки и СПМ в ОП3. И в десятку залетает. Ну, это похвально. Не врезался пока ни разу. Да, что самое главное, не врезается. Ну, долго жмет прыжок. Точнее, жмешь, crazy, очень долго прыжок, если ты смотришь обзоры. Прямо очень долго скорости не набираешь из-за этого. А еще не набираешь из-за того, что не попадаешь тоже в худ. Скорость, в принципе, не растет. Поэтому на фоне этой ошибки, то, что ты жмешь прыжок, это такая бы фигня, по идее. Потому что нужно попадать в худ основное. И, опять же, трикхаус бета, какие-то падики, это все не раз уже советовалось. Возьмите, поиграйте, будет гораздо лучше чувствоваться контроль на всех этих картах и во время стрейфа. Есть что-то добавить у тебя? Расскажешь нам, Егор, сколько нужно нажимать прыжок? Может быть, нужно нажимать его один фрейм? Ну, что вы, что вы, у нас же не школа, алимеры. Один фрейм только там жмут. То есть, можно чуть подольше, но сколько примерно? Ну, не идеальное, но хорошее нажать. Сколько это по фреймам примерно? Ну, 4-8, где-то так, я думаю. То есть, 0,32. Ну, это в среднем. Конечно, хорошо, когда 3 и меньше фрейма, там по 2 фрейма. Ну, что-то мне кажется, это как-то жестко. Ну, вот Хокс прыгает 2-3 фрейма, ну, он 2-6 прыгает примерно. А какой-нибудь Индер там или Анг, я думаю, и того постабильнее получше. Ну, а почему эти люди не присылают демки-то? А не знаю, надо написать. Ну, кому надо, так сказать, чтобы присылать. Ну, что, поздать дальше Канталонус? Так, Канталонус, минута 12, play. Правый зеркал. Ну, вот опять очень долго жмешь прыжок в Канталонус. Попробуй жать прыжок хотя бы чуть-чуть меньше и уже гораздо лучше будет получаться, гораздо больше скорости будет. Ну, пока нигде не врезается, уже хорошо. Хороший граунд-фрейм был. И без логина финиширую Ку-Ку, говорит нам Канталонус, Ку-Ку тебе тоже прыжок меньше. Так, есть что добавить? Да нет, не особо, просто хорошо. Ну, вот пошли, собственно, уверенные ребята, которые, ну, нормально, хорошо проходят. Не вырезается, опять же. Хотя бы не врезается, уже хорошо. Минута и девять. Из Китая, керф, лейт. Да, 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 да. Так, долгой дорожкой какой-то пошел. Ну, это то больше скорости, видимо. Траектория-то совсем… А ты стройку слышишь у меня там? нет у меня просто свои дебилы всякие шумят поэтому ну вот тут у него тоже больше скорость но получается что он длинной дорожкой и врезался но на три секунды он быстрее пошел ну просто лучше скорость набирает вот и все игра фреймы получше на 400 погнал у хулиган минута 0 9 улы но точно давай ты говори а я буду того как ты нажмешь и собственный сходить у тебя хулиган тоже не прыгает да но мне кажется он отошел пописать судя по сервертайму он в какой город то отошел пописать нет он просто полтора часа играл и решил как бы что пора да не знаю возьмите за привычку кстати кто у кого привычек привычек так сказать еще нету устоявшихся возьмите себе новую привычку когда и до нажимаете киев альтабы если что там музыку пощелкали нажимайте kill сразу как заходите у меня такой рефлекс пару раз даже на лкпгб срабатывал потому что я альтабнусь там что-то кому-то отвечу захожу обратно и нажимаю kill конечно не очень хорошо но за этим можно следить ну что хулиган хулиган моет руки можем поговорить о чем-нибудь еще а зерги все хотят наверное чтобы мы о зерге поговорили но нет но мы же мы же как же не хотим посвятить отдельный стрим этому великому человек им хотим но нужно будет все равно все завуалировать чтобы было ничего не понятно чтобы уважаемый александр титов ничего не понял не не поступил с тобой как с этим с нармором хотя я не то чтобы я от этого что-то потеряю погнали аж забыл ской пушкой надо бежать все-таки без перчаток нет непонятно просто динамика лучше меняет на ходу жонглирует и куда такой для как я могу во время рано сварить я не знаю почему это так смешно что меняют пушки зачем типа к зачем не ну может там какие-нибудь рандомное нажатие некоторые постреливают на стрейфер у него колюсико само крутится например почему нет оп оп это так смешно типа такой знаешь он всем своим видом показывает что да я 85 минут блин я не знаю забыл что хотел сказать ну что ему просто очень легко он может поменять оружие во время рано ему настолько просто меня не особо вроде такой напряженный должен вот мне кажется вот комполомус и хулиган они такие на расслабонщики пришли подчеркнуть пропрыгали спокойненько и как бы и хорошо кстати хулиган занял 10 место но тут 10 открываем на девятом из ту правильно минуту ноль четыре полы нифига плюс 5 секунд ну да разный большой редко стопанул тоже длинный рутан ну потому что не знаю вот так можно сделать ну так можно и после так кузлях даже сделал просто без зима урок что же получается кузлях сильнее чем из ну как недавно выяснилось кузлях хватает меня на пгб да что ты мне играют вообще или они играют их но ладно равно ну вот уже как раз за более чистая дымка больше скорости прошу грамм фрейм и жёгся в ножны долго и стул это конечно минус но минус но прошел он чистенько так а дальше а дальше ацид из красноярска который находится почему-то и майки судя по флагу это село на ямайке не шаришь тоже минус 0 4 и буквально таки на фрейм обошел он и стул собственно плей смотри скорости-то столько же но он трейфит лучше или мне кажется вроде примерно так же но посмотрим как гранд-фрейм и какие-то важные будут возможно где-то он скорости просто потерял чуть больше чем нужно поэтому всего на фрейм перебил интересное решение я думаю что это была твоя основная ошибка весит слишком много потерял думаю ну это слишком долго там проще ну по траектории очень долго в общем то этого ящика и пока летишь пока ты от него летишь там еще налево потом чуть-чуть поворачивать лучше заранее сделать граунд-фрейм как-то сделал и стул и и я думаю что ацик бы сделал минуту 0 3 я думаю что он классе кумбина точно там проиграл плотная группа у нас минут 4 человека следующий собственно мразоров полный хороший стрейф чистенький приятно смотреть и прыжок жмет прямо хорошо, прямо жмет нормально жмет ой, потерял много очень ой, ну тут совсем плохо конечно тоже, да, мог бы сделать минуту 0-3 да, вполне, потому что он врезался еще и на финальном, ну около финальном повороте очень много потерял так что я думаю, что да ну, наверное, просто будем списывать на то, что карта все-таки не маленькая и отлично прямо все отпрыгать, как хотелось бы все равно не у всех получится и я думаю, что даже Дельта не очень доволен, допустим, своей демкой потому что он может получше, где-то у него что-то он не добрал и так далее очень тяжело на минуту, на карте длиной в минуту показать хороший прямо для себя именно результат поэтому я думаю, что все равно они молодцы давай дальше да тут все молодцы как, я не прочитаю Николу в жизни никогда поэтому давай мук точка мук точка минута 0-5, давай ты говори play play блин, я рано нажал буду спойлерить за спойлеры бан так, старт очень даже ничего старт очень быстрый я думаю, можно отсчитывать скорость перед рампой вот у мук точки было 1080p вроде будем так сравнивать а перед какой рампой? ну перед первой, которая вверх там ну вот здесь более хорошо он завернул очень рад, гмук точка, что получилось ну вроде чистый ран, даже нигде не врезался не зацепил, везде все хорошо, все классно так, а я не могу найти демку нет, нашел а ты не переименовывал мдф в дф мне лень ну блин, я бы тебе скинул так-то они все по порядку ну пакистан короче, нашел пакистан он же 488 минута 0-2, 1 play блин, я опять стоя с тобой прям нажал блин, я не могу, я на стрейфах, ребята, засыпаю прямо мне настолько скучно смотреть то есть не то чтобы вы плохо играли и мне скучно просто и карта не особо с каким-то роутами где-то можно о, нифига, сделал такого нету, конечно но вот у пакистана, да, 1130 перед рампой гораздо быстрее интересное решение интересное решение в смысле того, что он скользнул да думал в точку тоже так же сделал разве да ну вот здесь по прямой, конечно он хорошо завернул изначально в пакистан и у него здесь получается что он почти перед финишем там 1200 было да да ну и вот, собственно, плюс 2 секунды так, ну, брич да пятое ой, пятое, четвертое уже место да да, минуту 0.1 play очень качественно скачут так и маскаль, так сказать ну, 1080p перед рампой да 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 тоже об ящик но тут проблема, видите, когда бьешься об ящик, то у тебя получается слишком косая траектория для этого поворота и ты в любом случае врезаешься там в стену и более того имеешь диагональную траекторию, что не очень хорошо для корректирования. но это был который расположен, как бы прямо по отношению по отношению точнее, ну не очень хорошо входить в поворот в общем на 90 градусов с диагональной траекторией с острастью поэтому это конечно брич ошибся а так бы я думаю из минуты бы вышел сделал бы он финиш как у пакистана он бы вышел из минуты возможно кто такой степ написано раша германия можно подумать на дональда на дональд вроде не отправлял дональд не из этих еще фрейм минута 0 1 160 ларей с собой нажал на привычку степан знаю не степан как будто бы вроде другой теперь два степана не знаю или это степ который шаг а шагов который а это который шаг вы не знаешь шага и не знаю шаг или я знаю но ты мне напомнил нет ну вот же он не но этого по шага я знаю он наконец-то кто-то срезал кстати прыжки вдоль очень качественно очень вот эти после 2 рампу мне кажется 500 было при всех до до кона еще и косо так заходил целом и траектория лучше было ну и финиш естественно тоже хорошим нужен день ящиком третье место степашка поздравляем тебя с третьим местом ты из россии наверняка русский понимаешь а так же ты из германии поэтому я не знаю ты знаешь немецкий ну такое что тебя интересует ну не знаю скажи ему что нибудь приятное я боюсь забанит видео если я сейчас что-нибудь скажу на немецком хорошо тогда не стой да тогда будем кето смотреть да второе место 59 и 0 play мне кажется не часто кет залетает на вархапа да не тот же часто шлют на самом деле да значит я выкупе просто смотрю пакет стареет получается лишь раньше у него внутри были всегда топ-1 практически всегда даже на пушках а тут его уже второй раз на стрейфе обгоняет пельта какой-то дерзкий француз было интересно салки это наверно как и зерга в районе 500 хотя говорили что зерк вроде как сделал поменьше сенсу а кепот не сделал я не знаю сантиметров сантиметра три наверно сенсу это очень жестко еще стрейфит отлично на таком уровне с такой сенсой да у него видно что немножко трясется мышка но он как бы и помогает при этом да все как не влияет особо нигде он там не теряет ничего жестко жестко но еще жестче товарищ дельта 58,9 на сотку с лишним перебил play говорят дельта искует клайва если у кого-то есть информация дополнительная пишите в комментариях в чате сейчас на премьере но не факт что у меня есть в чате поэтому наверное мы об этом не слышим да пришлось даже притормозить немножко перед рампой да немножко и ну но пока все точно так же вот тут даже меньше было скоростью а я знаю где он эту сотку с лишним взял и кеду пришлось дополнительный прям маленький маленький граунд фрейм сделать это означает что он в это время не набирал скорость а дельта сделал сразу такой плюс-минус сильный граунд фрейм набирал скорости всегда и при этом он еще на финише смог получается на рампу упасть а кед эту рампу опрыгал он на ней не падал я думаю в целом возможно даже кед где-то побыстрее был но сотка вот это вот просто он просто он ее отжал на вот этих моментах ну что цпм будем смотреть будем работаем уж не надо что тоже уже устал нет ну вы просто блин я не играю в икутри мне не все так понятно не все прозрачно в этом вашем икутри ну давай цпм включайся тогда я уже давай давай собственно первый с конца у нас мистер грипп из ямайки минута 01 play единственная демка за минуту да и как мы можем видеть карта кардинально поменялась появились дабл жампы все это стало не так просто везде можно упасть на понятно почему так не сложилось он везде поворачивает с кнопкой вперед да чтобы улучшить свое время нужно научиться поворачивать с кнопочкой в бок поэтому грипп я так понимаю ты из России потому что у тебя моя сборка хотя бы что дед но наверное ты ты из России поэтому я бы рекомендовал при всем при этом он о как интересно завернул при всем при этом нельзя сказать что стрейфи это плохо но вот да стрейч подрушать и дну скорость меня какая-никакая набирается но вот эти повороты мне кажется ему все испортили то есть если бы он заворачивал ну там практически везде клавиши вбок лево вправо он бы ну из минуты он точно бы вышел а то и куда нибудь ворвался бы ну да составил бы конкуренцию уж точно да да крэйзи 57 8 и труби play не просто 57 и 8 а 57 и 8 8 8 8 почти три топа три топора только это а активность для 3 восьмерок есть какой-то нет нет а что не второй прыжок он хотел сделать албитом ну тоже видишь через кнопочку вперед поворачивает нет он поворачивал с трейфами он через кнопочку вперед почему-то скорость хочет набирать местами в теории можно как бы вперед набирать скорость вообще не только в теории но и на практике можно но это и самая легкая задача ну потерял там немного скорости на дабл джампе я заметил но в целом вроде как все неплохо поворачивать бы еще тоже боковыми было бы гораздо лучше но поворачивал поворачивать боковыми то несколько раз точно ну в начале там где-то товарищ играет в обе физики молодец ну да это это плюсик сразу да на 500 обошел его рокерный или каменный енот роки ракун 57.3 плей опять что-то школа груза правый церкл да ну кстати долгое время не парился набирал скорость кнопкой стрейфа да огур да чему все налево поворачивает не знал что что там такое ну я кстати могу сказать чем проблема по крайней мере вот у crazy и енота потому что у меня такая же проблема на вот таких картах маленьких узких тесных когда там но у тебя есть какая-то прямая но она очевидно небольшая то есть там или какой-нибудь дж или поворот и ты забываешь набирать скорость вторую часть карты пропрыгал там 1000 1100 он там не набирал я от этого же страдаю поэтому я это вижу но если конечно они не знаю играть больше стараться лучше 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 можно да не но если как бы они не такие не обучаемые как я то они ну будут больше играть будут лучше играть соответственно все нормально будет попозже так что там 14 100 катеров на 5 секунд от 2 и 0 мы здесь такие что проблемка с этим в первом даже ну как проблема опять же у меня проблема там нужно тысяча плюс нормально дальше чтобы не заходить вот широко как захотите минут и ну соответственно если супер там скилловый печели кто этот ищу набрать иногда проблема если заходи заходишь широко это плюс прыжок или плюс два прыжка и там дальше очень криво все бесилими короче эти доски как обычно у пуньи у пуньи всегда толстые только 10 на любой карте но тут хорошо тут нет она есть но на благо не участвует в маршруте там есть доска вот эта вот дебильная которая тебя прилепляет к полу который но хорошо хоть она не это не на пути ничем мы не сказали про катаруфа ну хорошо пропрыгала не знаю я единственное заметил сильный косяк где он когда поворачивал налево и там эти дабл джампы он он очень много скорости там сбросил прям у него он хорошо так шел 1200 он видимо испугался залетать сразу он чуть-чуть взял шире в итоге ему пришлось резать скорость чтобы в стенку не врезаться все где-то 100 скорости там потерял плюс сделал еще лишний прыжок ну а так мог бы наверное из 50 вообще выйти из сохранил и скорости прыжок так что я думаю что это прямо критично потому что он очень много на этом ну бывает 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 на на 300 кузлях перебил кузлях практически с двух ног врывается пальцем ну да то мне еще чуть не дожал 51 из 7 такой чистка выпутришный серфик на старте вверх цпм на иран всегда на тут такого не получится потому что карты раз но поворачивать он вперед и на это так круто когда вы парни научиться это контроль делать в этом но кнопочкой бог я просто помню я когда начал играть я играл внутри потому что я не знал что ездили в языке повыю мать извиняюсь ты ничего не знаю кто звонит но собственно когда начинал знал я только про физику в q3 где соответственно контроля нет а демки у того же александра были цпм и я блин несколько а спросить кстати было вообще не у кого то есть не стримил тогда никакой вуди никто и я несколько месяцев очень долго пытался понять типа ну как вот там чуваки а не понять мне был тоже дабл джамп потому что дабл джампа тоже нет выкудрия ну да вот когда смотришь демку там челик на рамке подлетает заворачивает там на 90 градусов влево или вправо я вот не понимал а потом как понял и собственно с тех пор я ракую в цпм странно как ты не забил что типа видишь как челики такие летают а ты не можешь ты такой ну бля не было интересно я же ну буквально там первое знакомство вообще я узнал только про этот ваш дефрак а хорошо было так ну давай дальше быстренько уже дайдем а и что кузле молодец ну кузле да красавчик поворачивать бы пока вы тысяча триста круто красавчик а следующего давай ты объявляй ты умеешь у тебя хорошо получается на стримах да квик привет не так я укрик но я не хочу по-английски я стесняюсь перед тобой давай play да 51 и 4 на 300 переведет давайте уже быстренько досмотрим так сказать время ждет да да чайки тикают чайки тикают чайки тикают а ты все еще не победил на 2 в целом а чайки тикают я даже в таком сет не залетела чайки на тикают да все 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 выиграли а ты не выиграл но что такое а вот много сложности потерял на рамке на этой а до этого круто было там почти 1300 зачем-то скинул весь да 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 мне кажется у квика все хорошо но нужно поработать над снапом именно чтобы понимать снап и стрейфить собственно в снап а со стрейфом с контролем там у него все отлично единственное он получается ничуть не больше там ну чуть больше может узлеха набрал да на вот этих листах но если познал снап то он бы наверное из 50 или не шло ну а вот ты сейчас анализируешь да вот это рассказываешь ты же понимаешь как что он не поймет что ты сказал вообще да ну я ему напишу потом веру крик крик и юнитурон снап крик отлично все теперь он знает Перебил его синтакс, 10.6, play. Хороший сюрпул. Ну, кстати, по правой стороне, там, где вот эти рампы, мне кажется, оно не то, что медленнее, но неудобно. То есть там потом нужно будет поворачивать направо. Ну да. И у меня, ну, по крайней мере, у меня опять же там получалось так, что я там с какой-нибудь 1300-1400 очень сильно теряешь на этом повороте, потому что устро входишь. Ну нормально, нормально пропрыгал. Да, там местами было сильно больше скорости, чем у Квика. Ну, собственно, это, наверное, и вылилось в конечный результат. Так, а дальше у нас опять почти забаненный риммидж. Кстати, игра до 50 и 5, play. Вот, кстати, слева. Но очень много тоже потерял. Ну да, пропрыгал спела. Немного врезался. Ну хорошо, слушай, хорошо пропрыгал. Да. Мне показалось, он немного растерялся, когда 1300 там летел, надо был жамп, и он растерялся. Стенку немножко зацепило, там сколько, 200 он потерял? Да, да. Да, мой чередок он потерял. Еще быстрее. А тебе ЦПМ тоже скучно? Почему ты зеваешь? Я в целом на стрейфе вообще не могу. Я не могу смотреть стрейф. Мне тяжело. Ну, коридорный особенно. А я давно уже, по-моему, варкапов 10 я уже стрейфовых отзевал. Поэтому, я думаю, все привыкли. Ну, я не то чтобы... Это и не означает, ребят, что мне скучно смотреть ваши демки. Естественно, ваши демки самые интересные. И у всех мутикальные роуты. И я их все равно смотрю, как бы. Я подмечаю. Все равно никто не поверит. Ну, ладно. Хулиган. 50 и 5. Давай. 50 и 5. 50 и 5. Ну, неплохо. Топ-10. БКУ-3, топ-9, ЦПМ. Ну, нормально. Стабильно. Так, туда. В двух физиках-то. Ну, и очень много скорости здесь, конечно. Мало. Ну, видимо, сейчас наберет. Ну, вот он здесь не потерял. Из-за этого у него и плюс, собственно, к перемычу. Да. Сохранил свои до 1300. 1400. Ну, здорово. Спокойненько, уверенно. Но риммач-то получается быстрее. Потому что разрыв всего пару фреймов, а у хулигана финиш получается гораздо быстрее, наверное, на полсеке. А то и больше. И получается, что... В реал риммач, то, да. Возможно, из 50 вышел бы тоже. Тоже. Ну, тоже смотрим, как я. Тайка, как Сергикус. Да. У которого 48.7살. play говорил опять же мой знакомый учитель под фрагу первые три пуска самые важные да а потом как бы она сама все пойдет самым при этом но я считаю что в принципе это это важно даже ты не помню об этом как ты говорил что нужно делать шоссе первые прыжки безусловно важны первые там 34 потому что это они составляют у тебя получается весь дальнейший road если ты дальше тоже хорошо также набираешь если на и выше вещей спейсинг начальный перед от мира да да это строится полностью вас пейсинг от первых прыжков это может кто-то кстати не замечал поэтому внимание на первый прыжок у сергей куса там был что-то 560 ну и соответственно там вот это вот рамка не очень быстро все получилось но потом-то он разогнался на финише там была полторашка ну да я вот хотел отметить что он гораздо раньше набрал 1300 чем набрали хулиганы римыч да и вот собственно поэтому две секунды он им привез подвесок и вот джаз геймер джаз геймер почти почти кончились дырки о каком серп тв чё 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 у тебя сервер показан нет сервер называется в каком серп тв ну вот испарился александр зачем слушай такой-то был джамп классно вообще хорош там буквально потерял что-то там 20 упсов о ее и вот тут сильно дано дабл джампер но собственно 1300 у него осталось что значит много наберет нормально я думаю что он в конце специально особо не стрейфил чтобы до чтобы точно пройти уже потому что видим очень хорошо дабл джамп получился и вот это все случилось так него что там прям мое почтение он не потерял вообще ничего практически да там буквально немножко здорово дец молодец шаркосить 45 и 3 полы косите он же то он рефлексов на зерфекс ну вот я так понял примерно примерно топовый роуд был на этой ну точнее спейсник перед рангой то есть там 900 плюс чтобы угу вот тут по сторонам немного потерял на ранге ну я так понимаю подстаиваются под этот под такие дабл джампы порой широко заходят то есть ну прям специально уходит левее чтобы направо повернуть ну и так сказать элоту в скорости полторашкой пролетел до финиша практически ну все отлично шарк я гуд азалвайс но еще лучше механик на целую секунду 44.1 плей топ 5 вроде да да топ 5 линop это цена одас вот это тут прочек на краешек этого окошка и прям дико бесючей потому что можно забить там один скат и пуневская доска на что никто не прыгнешь синдром унивской доски и вести нормально разогнался и тут аккуратненько его вправо как-то в воздухе просто летел никуда вообще практически не жалу но за счет скорости набранной пораньше тогую рим поменьше еще нет стоять кайкс 40 он пока дым кстати не скинул но давайте я вам просто скажу что ланта 38 и 2 тоже хорошо на рамку еще стоит здесь вот тут я такой минус прыжок или что-то типа того но на рампе очень сильный дабл джамс сделал очень но потерял там идею да там минус 200 было но такие вот два дабл джамса интересно и вот второй вот тоже человек который рампа перед финишем перед поворотом на финиш они просто в воздухе как бы ничего не делают не стрейфит но уже лишь бы пройти наверно потому что очень хорошо получилось все нигде не врезался но вы удалось понял топ-4 где-то врезался ну да но бывает бывает так на 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 чуть-чуть буквально его обошел ну-ка нюка не знаю кто из японии 43 9 play единственная дым 43 секунда да тоже очень сильно дабл джамс слишком сильный нет подумал мы вот сидим такие да подскать ездим 7 слишком сильный дабл джамп тут вот он воздухе не трейфи по тут он завернул плохо а у самих то таймы какие ну меня skyx уже перебил ну как бы не ну давай как бы ладно допустим как бы к тебе это относится хорошо но я думаю что я уровня дельты стрейфли точно если бы я ее поиграл больше там ну поиграл бы на варкап наверное я бы чё-то сделал ну об этом мы вряд ли узнаем потому что играть ты конечно будешь ну да да собственно это был топ-3 теперь у нас топ-2 гмук . 42 и 3 на полторы секунды почти перебил какой-то первый сервер уверенный такой сам бегу хороший дабл джамм да мало потерял но вот пошел по правой но выкрутил стал делать даже ну вот собственно то самая такая маленькая вариативность собственно возможно за счет не он как бы и но может быть не всю секунду ну какую-то часть срезал но и дабл джамм хороший много скорости принципу да много так и топ-1 опять у нас дельта 40 и 7 play плюс 48 мне был первый чек от меня видишь не так уж хорошо он стрейфи такое себе но у него смотри уже здесь полторашка почти улит нас по траектории все хорошо это же тут не подстрелил в воздухе но очень много скорости в целом и собственно нигде он ее не терял и вот почти две с половиной секунды он выиграл такие дела так ну что давайте я вам покажу вам общие результаты ребят опять же почти все получили плюсовые рейтинг в обе физики очень много людей играет в обе физики ну да и римыч он хулиган skyx узлех мук . . кстати и в q3 да неплохо топ-6 и cpn топ-2 нормально вообще сильно а и есть забанены демки еще да но мы их не будем смотреть мы нет мы их смотреть не будем и как бы не известен да кто это такой да нет не понятно никто не знает но он вроде в комментариях пишет по англейски что типа эй за что собрали нет он написывался по поводу и ей системы что-то там нос он писал да, ему нос сказал вечером ответит но уже вечер я не знаю, я не хочу просто спойлерить если кто-то только по обзорам смотрит я не хочу спойлерить результат если я на главную зайду чтобы выйти из этой страницы ладно ну ладно, вот мы и пережили еще один стрейф, на котором кстати были рокеты плазма, я облетел честно два раза в обе стороны карту в спектаторе, я ничего не нашел вероятно где-то есть кнопка я думаю, что во втором интервью с Пуни он ее обязательно покажет не то, что мы планируем второе интервью возможно, Баломов нашел уже он же любитель секретов от Пуни да, любитель ну, по крайней мере он искал насколько я помню если я не путаю его ни с кем ну, в общем, если у кого-то есть демка поиском этих пушек и прочего то вы можете ее куда-нибудь закинуть будет интересно посмотреть да, можете в Дискорд скинуть я на стриме покажу потом все посмотрим ну, все, ребят, тогда всем удачи спасибо, ВМО, за как сказать, свое дебютное вторжение во взоры да, кстати, мне кажется, можно собирать донат на то, чтобы меня больше никуда не звали я подумаю об этом вообще, давайте вы, ребят, подумайте если вам не понравился ВМО, ставьте лайк подписывайтесь я думаю, мы с Аверием много лайков ну, ладно, первый раз человек на обзоре вспомните Димона первый раз если кто-то вдруг будет возмущаться по поводу нашего гостя Димон первый раз тоже был не очень да и я первый раз вспомните меня посмотрите старые обзоры с экстеном это же просто ужас экстен хорошо, а я вот просто ужас а я вот, кстати, сегодня буду деградировать вечером и посмотрю, пожалуй да, первый обзор какой-нибудь из первых так, теперь я не могу, Флё да блин, ну ладно, ты мне тайм-коды скидывай тогда, если что-то будет ну, ладно, ребят, всем спасибо спасибо ВМО большое за то, что нашел для нас время, тем более после работы ВМО тоже устал, как и Дональд вчера все уставшие и пишут обзоры уже все старые все работают и все для кого? все для коммунити все для коммунити, ребят все, давайте, всем удачи старайтесь лучше и всем пока-пока пока